Микробы и эволюция человека Хотя потом я подумал, что эта тема про микробов эволюции человека слишком сложная для меня и я лучше расскажу вообще про то, что делают микробы Многие думают, что слово микробы вообще неправильное, что употреблять его нельзя Думают они так напрасно, потому что это слово микроорганизм и микроорганизм используется в лазературе почему-то не использовать его и в русской традиции Это просто все мелкие организмы кроме животных Животных, даже очень мелких микроскопических, к микробам традиционно не относят А вот все остальные организмы, которые невинны или еле-еле вины невооруженным глазом, можно назвать микробы Это и бактерии и другие проколиоты, архебактерии и микроскопические грибы, вроде дрожжей дрожжи, это тоже микробы и одноклеточные, или мелкие управляющие подросли Ну и если вирусом считать, живыми организмами то и их можно отнести тоже в микробы Ну и понятно, что микробы играли очень важную роль и продолжают ее играть В частности, роль их, в том числе и для нашей эволюции заключается в том, что они создали для нее условия на Земле потому что когда-то условия на Земле были совсем другие, чем сейчас и в те далекие времена, когда на Земле возникла жизнь примерно 3-8 миллиарда лет тому назад никого кроме микробов не было На Земле в те времена существовали, по-видимому, одни бактерии и архей И вот при четверти времени всего существования Земли существовала прокариотная биосфера когда на Земле не было даже одноклеточных прокариотов где-то 2,5 миллиарда лет начали появляться эти периоды в основном одноклеточные но и только за последние 500 миллионов лет после того, как появились большинство современных типов животных биосфера начала постепенно приобретать вот в нынешней, теперешней, знакомой нам облик а вот здесь вот показаны такие периоды, когда на Земле были очень мощные, сильные, длительные оледенения во них тоже виноваты микробы потому что сначала они получали энергию всякими разными способами а потом, не очень давно, через миллиард лет после того, как микробы появились возникла такая важная группа сине-зеленые водоросли или правильные цанобактерии которые начали использовать солнечный свет на фотосинтеза это они научились делать не первое но они первые научились использовать в этом процессе воду и в качестве помощного продукта фотосинтеза начали выделять свободный кислород которого до этого в атмосфере почти что не было до этого атмосфера был оттуда с кислородом а оказалось, что это очень плохо ну, во-первых, многие организмы, когда умели дышать кислородом но это полдела, для большинства из них кислород был ядовит и в частности, он оказался сильным ядом для таких архивактерий для таких архей, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяли метан метаногенных архей до этого содержание метанов в атмосфере было довольно высоким а когда кислород, окислив все, что можно было окислить начал в атмосфере накапливаться то процесс метаногенеза сильно замедлился а поскольку метаногенеза очень сильный парниковый газ гораздо более сильный, чем СО2 более известный в этой роли то температура на земле резко упала и вся земля превратилась в один сплошной снежок как этот период и называется снова была земля-снежок вся она покрылась льдом сплошь свободных от льда участков не осталось или практически не осталось и это безобразие длилось почти 300 млн лет и непонятно вообще как на земле в таких условиях сохранилась жизнь то разные есть идеи то ли все-таки на экваторе были какие-то поэнди в океане то ли на поверхности льда и снега образовывались проталинки временно и они наполнялись пресной водой то ли жизнь сохранилась в горячих источниках в частности на дне океана они конечно же существовали в конце концов опять же не совсем по понятным причинам земля оттаяла и процесс эволюции пошел более быстрыми темпами ну и вот как раз в конце этого очень длительного оледенения появились первые укуриоты а первые укуриоты тоже не умели дышать кислородом это были анаэробные организмы и научили нас это делать бактерии проникшие в наши клетки ну наверное они даже может быть и не сами в них проникли это укуриоты их глотали и пытались переваривать но переварить удавалось не всех некоторые ухитрились остаться в живых внутри клеток наших далеких предков постепенно они превратились в наши ордоноиды митохондрии а именно в этих клетокондриях и происходит окисление органических веществ кислородом воздуха процесс гораздо более эффективен для получения энергии и именно он в дальнейшем позволил эукариотам стать многоклеточными невозможно представить себе организм такой крупный и такой активный как мы с вами который обходился бы с кислородом обязательно для таких крупных подвижных активных конкурентов нужно кислородное дыхание ну и другие бактерии какие те самые цианобактерии создали растения потому что они проникли в клетки некоторых ордоноидов у которых уже были митохондрии которые уже дышали кислородом и научили их осуществлять фотосинтез превратились в другие хворопласты ну а впоследствии от этих первых растений точнее водорослей потому что первыми такими организмами были конечно одноклеточные водоросли возникли настоящие наземные растения но они то сильнее всего и изменили облик геосферы и придали ей такой вот более-менее современный вид постепенно ну и если среди одной большой группы прокариот археи нет паразитов по крайней мере таких которые вызывали бы болезни животных то среди других паразитов хватает бактерии могут паразитировать в любых элкалиотах в любых клетках элкалиотов правда не умеют паразитировать друг другими грибы но тоже могут заражать всех или почти всех элкалиот иногда паразитами бывают как ни странно и водоросли тоже могут переходить к паразитизму ну а вирусы это облигантные паразиты они вообще не могут жить сами по себе и они могут паразитировать сколько угодно не так давно нашли даже вирусы которые паразитируют других крупных сложных вирусов даже паразитировать их на других и к этой проблеме конечно сегодня еще равнемся ну вот когда биосфера была прокариотной бактерий действительно было очень много во многих местах они образовывали такие сплошные пленки бактериальные маты потому что некому было их грызть когда появились животные то в большинстве мест вот эти вот обильно растущие бактериальные пленки животные конечно съели и они сохранились до наших дней они только там где животных нет или их мало но это не значит что в нынешней биосфере бактерии не играют важную роль даже вот исходя из их количества понятно что они играют гораздо более важную роль чем и свадь если оценить количественно сколько в лесу разных организмов то оказывается что мы больше всего деревьев непонятно если это состоит из деревьев дальше на втором месте стоят бактерии грибы знаете что такое гектар это сто на сто метров ну сколько оказывается что так это нет больше площадь больше на этой аудитории не сто конечно метров это наверное сколько тридцать 40 то есть десять титами нет 30 максимум тридцать не тридцать четыре аудитории нет больше восемь такие аудитории получается так ну вот бактерии грибов там содержится тонны позвоночные плаваем образом дождевых червей 200 килограмм а позвоночных птиц, млекопитающих, в таком лесу всего лишь 20 кг. Это максимум, а может быть и меньше. Провнитель 5 тонн и 20 кг. Это отношение массы всех позвоночных животных с массой бактерий. А если добавить грибы, то будет еще 10. Но их роль определяется не только их количеством, а их активностью. Потому что большинство бактерий очень мелкие организмы. Вот одна очень мелкая, размер микрона бактерий, одна. Видите, какое количество таких клеток на Земле. И в каждом миллилитре чистый, прозрачный морской воды в центре океана оказывается, содержится миллион бактерий. Важна не только их биомасса, но и их активность. Активность зависит от размера. Поскольку они очень маленькие, то через поверхность своих клеток, относительная поверхность клеток у маленьких клеток большая. Они очень быстро могут поглощать кислород, очень быстро поглощают питательные вещества. И поэтому у них очень активный обмен веществ. Вот, например, хотя по биомассе в степи их гораздо меньше, чем растений, но кислороды они поглощают для того, чтобы получать энергию, для того, чтобы отчислять органические вещества, гораздо больше, чем все остальные организмы в этой системе. И если измерить, сколько органического вещества они производят за единицу времени, то окажется, что среди всех гетеротрофов, то есть организмов, которые питаются готовой органикой, они не просто занимают первое место, а просто всеми остальными организмами, всеми животными, и позвоночными, и беспозвоночными, можно пренебречь. Ну, в толще морей и океанов роль их немножко более скромная, там все-таки бактерий гораздо меньше, чем в почве, но, тем не менее, даже и там большую часть энергии, которые запасли растения в ходе фотосинтеза, бактерии пропускают именно через себя. Ну, а кроме того, кроме тех бактерий, которых давно и хорошо знают, давно изучают, и чья роль более-менее оценена количественно, не так давно выяснилось, что есть еще и другие бактерии, которые живут в земной коре, в том числе и под днем океана. Я немножко когда-то рассказывал, конечно, в одной из лекций, вот какой-то сухогруз переоборудовали в научное сфере, Международный институт, с техникой, которая позволяет опустить бур на окно океана на глубину 3 километра и пробурить земную кору на глубину еще 3 километра. И когда эта земная кора была исследована, то оказалось, что на любой глубине, на глубине километра, на глубине 2 километра, на глубине 3 километра, и даже на глубине, наверное, там 7 или 8 километров живут какие-то бактерии. Правда, с глубиной количество их довольно резко, быстро падает, уменьшается. С глубиной быстро растет температура, на глубине 10 километров она уже превышает 150 градусов в большинстве мест. И там, конечно, при такой температуре уже никто не живет, потому что самые тепловыносные из известных сейчас бактерий могут жить при температуре 120-122 градусов Цельсия. И сколько там этих бактерий, какова их биомасса, и сколько они производят органического вещества, описляя специальные соединения в процессе, который называется самосинтез, никому на самом деле неизвестно. В зависимости от того, что на Земле существуют как бы две биосферы. Одна надземная, в которой живем мы с вами, и другая подземная, в которой живут, по-видимому, одни бактерии, и которые еще предстоит долгое время изучать. Так что, может быть, окажется впоследствии, что и даже по массе в современной биосфере бактерий сравнимые с растениями. Это только на поверхности суши растений в десятки раз больше, да? А вот где-то в глубине земной коры бактерий может быть так много, что если бы мы всех положили на одну чашу лесов, то они почти бы сравнялись с массой всех деревьев. И вообще всем берегит организм. Ну вот, но и не в таких экзотических местах, как дно океана или горячие источники, или толща земной коры, а в любых местах на земной ушами есть бактерии. Ну, правда, их местах в земле очень мало, где-нибудь там, да, в Южном полюсе холодно, воздух чистый, температура минус 50, высота натурального моря сколько там, 3800, наверное. В таких местах бактерий будут и мало. А вот в городе в каком-нибудь помещении, в комнате, их достаточно много, и если просто с воздухом выдыхаем вроде не такие большие коричневые бактерии, ну, что такое 50 тысяч, да, то на самом деле, конечно, это количество гораздо больше, потому что гораздо больше спор бактерий содержится в частичках пыли, ну, а пыль есть повсюду, даже в чисто убранном помещении, из пыли мы тоже постоянно выдыхаем бактерии из пищи. Ну, и с глубокой древности человек преднамеренно или непреднамеренно использовал бактерии, а уж когда возникло сельское хозяйство, то оказалось, что без них вообще никуда, потому что вряд ли самым главным способом сохранения длительное время продуктов, а во многих местах, во многих случаях, единственным таким способом, или почти единственным, была обработка бактерий. Ну, как можно сохранить на долгое время продукты? консервирования и не было, консервных планок не было, их изобрели в самом начале 19-го века. Когда начались наполеонские войны, они расширили к черепе. Хотя придумал, что это можно делать еще с полонцами, а раньше, а в практике опять же, был их во Франции в начале 19-го века. Сахар тоже отсутствовал вам в большинстве мест не умели получать. Был только мед, продукт довольно дорогой, и использовать его для варки варенья в широких масштабах было нельзя. Ну, что еще можно делать? Ну, соль, да? Ну, где-то соль есть, а где-то это большой дефицит, тоже продукт в многих районах был очень дорогой, поэтому в огонь и соли. Что же можно сделать тогда? Можно, конечно, попробовать высушить продукты на солнышке или закоптить их на огне. Они будут довольно долго храниться. Но не все продукты боятся так обработать. И тогда на помощь приходят бактерии, в первую очередь молочнокислые, при обработке которыми накапливаются действительно кислоты, они дают размножаться другим бактериям гнилостным, и такие продукты можно более или менее долгое время хранить. Ну, а если это какой-то сладкий продукт, вроде виноградного или яблочного сока, бактерии могут превратить его в вино, который тоже будет храниться долго. Так что самые разные продукты, не только молочнокислые, не только такие, как простокваша, или йогурт, или сыр, но и такие, про которые не подумаешь, как квашеная капуста, или соленые огурцы, или даже копченая колбаса, во многом помогают нам делать бактерии, и это позволяет длительное время хранить такие продукты. Ну, сейчас, конечно, есть и много других направлений практического использования бактерий, но я про них сегодня не собираюсь рассказывать. Ну, и в то же самое время, конечно, бактерии в источниках многих неприятностей, потому что а кто портит продукты? Бактерии, или часто, когда кислоты слишком много, бактерии расти в ней не любят, тогда им на помощь приходят грибы, плесень. Вот, вряд ли можно увидеть часто протухший лимон, а вот заплесневевший сколько угодно, потому что грибы более устойчивы к кислоте и могут испортить даже те продукты, которые бактерии могут по зубам. Ну, и приходится использовать разные способы защиты от них. В последнее время, конечно, это чаще всего бывает либо консервирование, что не всегда полезно, потому что при этом в пищу добавляются и вещества, консерванты, антиоксиданты, что они дольше появились не полезные для здоровья. Либо появился еще один достаточно надежный способ, может он догадается? заморозить. Ну, или вакуум. Вакуумная упаковка, там тоже надо делать почти именно пустоты, или заморозить. Вот появились холодильники, в морозилке ягоды или грибы можно сохранить свежими под резином. А раньше это тоже было делать сложнее. Ну, и вот очень, конечно, важную роль играют в нашей жизни те бактерии, которые живут на нас и внутри нас. Довольно сложный вопрос. Это вопрос о том, где им жить не полагается. Ну, в общем, все-таки у здорового человека во внутренних органах, например, в крови или где-нибудь в головном мозге бактерии в норме быть не должны. Но вот на всех поверхностях нашего тела которые так или иначе соприкасаются с внешностью средой и является продолжением этой внешней среды бактерии, конечно же, живут, причем живут в достаточно больших количествах. Они живут на всей поверхности кожи и даже довольно глубоко проникают внутрь нее, как недавно выяснилось. Они живут на поверхности всех слизистых оболочек, например, на поверхности слизистой оболочки рта или носа, или носовых лобных пазов, там тоже этих бактерий хватает. Они живут на поверхности желудочно-кишечного тракта. Правда, в желудке у многих здоровых людей бактерий нет, потому что там очень сильная кислота, желудочный сон. А вот в тонком кишечнике их побольше, ну а больше всего их, конечно, в толстом кишечнике. Вот если собрать все бактерии из поверхности человеческого тела, с кожи, если из их оболочек, то получится вот такой вот шарик диаметром дороженки. Это, конечно, тоже очень много, учитывая какие маленькие клетки у бактерий. А вот если собрать все бактерии, которые живут у нас в толстом кишечнике, получится уже вот такой , наверное, шаг. У нас чуть ли не полтелона. И если посчитать все клетки бактерий в нашем организме, то окажется, что их в 10 раз больше, чем клеток человека. Так что если по счету клеток, то в основном мы состоим из бактерий. А наши клетки собственно составляют одну десятую часть в нашем теле. И еще недавно почти ничего не было известно про то, что это за бактерия. Потому что надо сделать, чтобы узнать, что это за бактерии. Их надо как-то выделить с кожи человека или из кишечника, посадить в искусственную питательную среду, размножить там в так называемой чистой культуре, чтобы там не было никаких других бактерий. Только после этого их можно изучать. А для того, чтобы они выросли в чистой культуре, надо подобрать подходящие условия. Во-первых, многие из них не переносят кислород. Это уже некоторая проблема. Попробуй создать бескислородные условия. Для этого нужна специальная сложная техника. Во-вторых, многим из них оказывается нужна очень сложная смесь питательных веществ, которые мы употребляем с пищей или которые выделяют наши клетки кишечника. И культивировать таких бактерий вообще не удается. Поэтому выяснить, сколько же видов, сколько же разных бактерий живут в нашем теле, удалось только тогда, когда появились методы изучения генов. Когда из них научились выделять ДНК и по составу этого ДНК сравнивая их гены понять, что это за виды. Оказалось, что их чрезвычайно много. Что на коже каждого человека живет больше ста видов бактерий, да еще кишечники больше 500 разных видов. И если суммировать все их гены и посмотреть сколько их у всех этих видов бактерий, то оказывается, что их в 300 с лишним раз больше, чем у человека в суд. И благодаря этому, благодаря тому, что они производят такое количество самых разнообразных белков, они могут делать вообще почти все, что угодно. Они умеют делать гораздо больше, чем умеют делать наши клетки в каком-то смысле. При этом довольно важно, видимо, что и на разных участках тела, в том числе на разных участках кожи, и у разных людей, в зависимости от их пола, возраста, расовой принадлежности, состояния здоровья, каких-то других признаков, состав этой бактериальной микрофлоры, как говорят по традиции, сильно различаются. Но эти различия еще очень плохо изучены, и мы далеко не до конца понимаем округа. Понятно только одно, что ролик очень важна. Почему это так, я отчасти сейчас вам попробую объяснить. Большинство из этих бактерий, которые живут у нас на коже, на слизистых оболочках, кишечники, вообще полезны. Без них нам трудно обойтись. И пользу, которую они нам приносят, она довольно разнообразна. На самом деле на первое место, конечно, надо поставить одну их, чрезвычайно важную роль, они защищают нас от других бактерий. Нет, ну, во-первых, они с детства были ли неправильно так настраивают нашу иммунную систему, чтобы она реагировала на чужеродные клетки и чужеродные вещества не слишком активно, потому что на каждый чих, как говорят, на нас здравствуешься. И в то же время находилась в тонусе, понимала, что вообще в мире есть микробы и может возникнуть такая ситуация, когда с ними придется бороться. Это их роль тоже до конца не изучено. А вот что совершенно очевидно, что они просто, элементарно сами не дают расти вредным, чужеродным видам бактерий. Например, на поверхности нашего кишечника, толстого кишечника, они образуют почти сплошную пленку, там просто вредным бактериям трудно зацепиться за поверхность клеток, это не очень-то им удается, и выделяют вещества, можно их было бы назвать природными антибиотиками, только они гораздо более избирательного действия, чем настоящие антибиотики, которые подавляют рост любого вредного пришельца. Кроме того, они играют достаточно важную роль в переваривании пищи, и той пищи, которую они уже переварили, они делятся с нами, в виде так называемых летучих жирных кислот в основном они выделяют именно эти вещества, которые поглощаются клетками кишечника, потом всасываются в нашу кровь, то есть они заметную роль играют в нашем питании, причем они могут переваривать, благодаря тому, что их так много, и они такие разные, даже ту пищу, которую сами мы переваривать, не можем, но какая это пища? Это прежде всего так называемая клетчатка, целлюлезная. Питаться травой человек не нужен, потому что он траву переваривает плод, пленчатку, из которой в основном состоит трава, но в какой-то степени мы все-таки перевариваем вот такую ощутимую пищу благодаря этим бактериям. Они производят заметных количеств многие витамины и другие незаменимые вещества, те же жирные кислоты, альминокислоты, которых может не хватать в нашей пище, особенно если она преимущественно растительная, ну и они там могут выполнять и другие функции. Вот, например, запах тела человека, запах пота человека определяется не столько тем, какие вещества он сам производит, потому что эти вещества все-таки у всех людей более-менее похожи, а тем, какие именно бактерии в каком количестве живут на его теле, потому что они превращают эти вещества в какие-то разнообразные производные, да, и в основном именно от них зависит, чем же в конце концов похудит наша кожа. А по-видимому, эти запахи в жизни человека играют, хотя и неосознаваемую им, на довольно важную роль, которую еще только недавно начали изучать физиологи и психологи. Но это тем вот, как и другие. Вот интересный пример того, как бактерии могут влиять на способность человека переваривать разную пищу. Вот вы знаете, да, что в Японии едят очень много морепродуктов, и это не только всякие там предметки, меди, уфтрицы, но и морские водоросли. У нас в магазинах продают в основном один вид или несколько близких видов водорослей, ламинарию, морскую капусту, да, а вот в Японии в магазине на рынке можно купить 20 разных видов водорослей, бурых, красных, зеленых, их там выращивают, добывают и активно используют пищу. Оказалось, что один из углеводов, который содержится в этих водорослях, японцы прекрасно переваривают, а американцы не умеют, потому что у них разные бактерии. И даже не столько разные виды в данном случае, виды, может быть, даже одни и те же, сколько у этих одних и тех же видов бактерий разные гены, потому что редкие японцы тоже питались физиопродуктами, и в их пишечник попали морские бактерии, которые могут переваривать эти водоросли, да, и они обменялись генами с симбионками, с полезными бактериями кишечника японцев. Передали им свои гены, и те научились переваривать водоросли и помогали это делать японцам. Вот почему они так любят есть водоросли, а мы не очень. Потому что для нас это не совсем подходящая пища, зависит от наших микроблонов. Ну и влияние этих бактерий на наше здоровье достаточно трудно переоценить, потому что оказывается, что состав кишечной микрофлоры ну как минимум коррелирует с самыми-самыми разными нарушениями здоровья, которые, казалось бы, даже с кишечником никак не связаны. На самом деле людям, которые изучают вот такие нарушения в поведении человека, как аутизм, а знаете, что такое аутисты, да, это такие люди, в частности дети, которым очень трудно общаться с другими людьми. они все время замкнуты в себе, чем-нибудь занимаются, таким своим, там сидят на толпе и что-нибудь делают или ничего не делают. А вот когда к ним обращается другой человек, то они на это никак не реагируют. Им трудно живется, потому что они, например, не могут учиться в школе нормально. В обычной школе учить их невозможно, оказывается. И давно было известно, что у большинства таких больных какие-то непорядки с работой кишечника. И оказалось, на мышах это было показано, среди которых тоже бывают аутисты, как модель человеческой болезни, что если такой вот больной мыши пересадить кишечных бактерий вот здоровый, то симптомы аутизма у нее в значительной степени проходят. Она начинает вести себя гораздо более нормальным, можно сказать, по-человечески. Вот до мыши, конечно. Как нормальный вообще-то, по-мышески, правильно. Оказывается, что пересадка кишечной микрофлоры может быть довольно эффективным средством лечения многих болезней, прежде всего, кишечных инфекций. Сообщение про статью, которая опубликована в действительно хорошем журнале, так что это какое-то вранье. Про исследования, где сделали пересадку кишечной микрофлоры, называется не очень многозвучная пересадка кала, а на самом деле из кишечника здорового человека берут действительно часть кала, вымывают бактерии, отделяют их отнутров и уводят кишечник больному. Так вот, оказалось, что при некоторых кишечных инфекциях кажется, это был соленолез. Эффективность такого способа лечения настолько превышает эффективность обычного лечения с помощью антибиотиков, что клинические испытания пришлось преждевременно прервать. Да. Поскольку нечего дальше лечить других больных антибиотиками, надо их тоже начать лечить тем же способом более эффективным. даже нечего сравнивать. Что психологически как-то аутист отличается с того, что человек а вот могут два человека, зараженные этой болезнью, понять друг друга? Думаю, что нет. Друг с другом тоже достаточно сложно общаться. Общаться им просто только со специально подготовленными психологами или иногда с их родителями, которым тоже приходится тренироваться со специальными психологами. Не выход создать сообщество аутистов, общались между собой. Нет, так не получится. Ну вот другой пример подобных работ, они проводились тоже, правда, в основном пока на мышах, тоже очень показателен. Вот есть такие мыши, которые генетически склонны к ожирению. Ну и они страдают, становятся такими толстыми, болеют всякими разными болезнями. Ну и можно сделать мышей, у которых вообще нет бактерий. Вывести мышей в стерильных условиях. Такие животные называются там как-то иногда оксенические, оксенные, стерильные. Это очень сложно, дорого, но это делают специально для изучения роли бактерий. Кстати, такие животные вообще чувствуют себя плохо. Особенно если потом поместить их в нестерильные условия, они много болеют, у них развивается воспаление кишечника, они могут вообще погибнуть от инфекций, потому что у них не натренирована иммунная система. Вот, если таким мышам пересадить кишечную микрофлору от жирных толстых мышей, то они очень быстро становятся жирными и толстыми. А если пересадить кишечную микрофлору от нормальных мышей, то они становятся нормальными. никакого дата. может быть, можно лечить и ожирение, в том числе у человека. Вы совершенно правы. Потому что то, какая пища и в каком количестве у нас усваивается, естественно, очень сильно зависит от состава нашей кишечной микрофлоры. Это очевидно. Ну и вот откуда же все эти микробы на нас и в нас берутся в основном от мамы. В некотором количестве от братьев и сестер, ну и еще в некотором количестве от каких-то посторонних людей, которые там просто ходят в акте. Значит, да, мы тоже как от братьев и сестер, от отца от родственников. Оказывается, что когда ребенок рождается, у него губы попадают и тропные посолы живут там у мамы в родовых путях. Когда он начинает пить молоко, то с первыми каплями ему в кишечник попадает уже очень много бактерий. Потому что одна из функций молочно-кислых бактерий в жизни человека заключается не только в том, что они помогают нам делать простаквашу из молока, но в том, что они живут в протоках молочных желез на их поверхности. И именно благодаря этому, благодаря тому, что в протоке находится капелька кислого молока, туда, внутрь, молочные железы, как правило, к счастью, не могут проникнуть болезнетворные бактерии. Иногда это происходит, развивается очень неприятная болезнь, масти. Это бывает редко. Ну и, естественно, вместе с этим молоком бактерии попадают в кишечник ребенка и начинают там размножаться. молоком молоком так же, когда ребенок рождается, то вся его кожа покрывается бактериями, которые находятся вокруг телематери, в данных путях. Правда, эти молочные кислые бактерии довольно быстро на коже ребенка погибают в течение часов, но этих часов хватает для того, чтобы в кислой среде, созданной ими, поселились другие нужные виды бактерий, полезные, а не вредные, так что это достаточно важно. Ну а дальше ребенок постепенно нахватывается и всяких там прочих других бактерий. Например, оказывается, что когда мама кормит ребенка, то он постоянно лезет ей руками в рот, а потом эти руки обсасывают сам, и поэтому бактерии, которые есть во рту у мамы, очень быстро попадают в рот ребенку. И другие там всякие спинти-передачи понятны, причем с возрастом состав этих микробов немножко меняется, особенно быстро в возрасте до года, потом он еще начинает во рту меняться, когда начинают резаться зубы, там поселяются новые виды микроорганизмов, ну и только в возрастом возрасте он там более-менее стабилизируется, и то, если человек изменил характер питания, то, конечно, тоже будет быстро меняться. И то, что ребенок заселяется этими микроорганизмами правильными, очень важно, а те микроорганизмы, которые попадают в него неправильные, вот о это я не сказал, я чувствую, что я что-то забыл сказать, которые в него попадают неправильные, которые вообще-то могут вызвать инфекции, попадают обычно в такие места, например, вроде носа, или носогрудки, где у нормального человека им не разгуляться. В носу у любого человека практически есть болезнетворные бактерии, в том числе очень опасно, скажем, золотистый стафилокоп, он сидит у каждого в носу. Но в нос постоянно выделяется густой слой слизи, через который он не может пробраться, в нос постоянно стекают слезы, по слезным протопам в слезах содержится сильный такой бактерицидный препарат, вещество лизоцин, который убивает большую часть этих стафилокопов, ну и всерьез размножится и принести нам какой-то вред, они там не могут. Так же, как они присутствуют и на здоровой коже, и тоже обычно не приносят нам неприятности. И вот это совсем недавняя статья, месяц назад вышедшая, что-то около того, где открылась удивительная вещь. Вы знаете, что новорожденные дети, они очень поддержаны инфекционным болезням. Если уж ребенок заразился там, то новорожденный ему очень трудно вылечить. И считалось, что это связано с тем, что у ребенка просто еще незрелая иммунная система, что его защитные силы не сформировались. Но выяснилось, что, по-видимому, это не совсем так, что именно в момент рождения иммунная система ребенка специально преднамеренно отключается для чего? Чтобы позволить нужным бактериям заселить его организм без особых неприятностей. Именно в этот момент, до этого ребенок был почти стерильный, в него попадает масса всяких бактерий, и если его иммунная система начнет на это активно реагировать слишком бурно, он просто умрет от сильной воспалительной реакции. Поэтому именно в этот момент специально в организме вырабатываются специальные клетки подавители иммунитета. Надо на время подавить этот иммунитет, позволить нужным бактериям его заселить, и потом его можно включить обратно. Вот как важно это сделать. В эволюции до этого предусмотрен специальный механизм. Ну и многие бактерии, конечно, могут быть вредными, вредными, а выяснилось это совсем недавно. Вообще до середины 19 века бактерии не могут назвать поведен. Хотя увидим еще в 17 веке Антонио Иван Левенгуб. И первые, кто это доказал действительно, ну идеи это были, конечно, идеи всегда какие-то носятся в воздухе. Был такой немецкий врач, Мадыркох, которому жена на день рождения имела неосторожность подарить микроскоп. Я думаю, что она много раз после этого об этом жалела, но потом, наверное, когда он стал знаменитым великим ученым, много раз радовалась этому, гордилась. Он стал изучать очень страшную смертельную болезнь суберскую язву. Она передается в человеку от животных, коров или овец. И в крови зараженной овцы он увидел такие вот нити воспринений суберской язвы. Ну и он решил проверить, связано ли это как-то с заболеванием. Ему удалось выделить этих бактерий в чистую культуру, очистить их полностью от крови больного животного, чтобы там и следов не осталось. А потом по почистой культурой заразить здоровое животное. И здоровое животное заболело сибирской язвой. Попутно проработал такой очень важный метод выращивания бактерий посех на твердые среды. Бактерии можно выращивать в жидкости, да? Но там они все естественно перемешивают. А если эту жидкость сильно разбавить, вот так показываем такое разбавляют, переносят капельку, потом остальные продукты тоже переносят капельку. И там бактерий остается уже мало. А потом их можно размазать по поверхности пятного такого стулья. Сейчас ступенку. И тогда клетки окажутся довольно далеко друг от друга. Каждая клетка начнет размножаться и образуется такое пятнышко алония бактерий. Потом складная клетка. И это уж точно чистая пульту. Дальше ее нужно пересаживать. После этого все поверили после его работы. Бактерии действительно это причина многих болезней. А Кох сформулировал правило, которое нужно выполнить для того, чтобы доказать, что данная бактерия вызывает подробно разбирать возможности мы будем и понятно, что надо убедиться, что они присутствуют у больных этой болезни у людей или животных и отсутствуют у здоровых как правило по крайней мере что их надо как-то получить в руки выделить чистую культуру что потом надо заразить подобное животное надо чтобы возникла та же самая болезнь а из его организма надо снова выделить эти бактерии и убедиться что это те самые и тогда мы докажем что они являются причиной бактерии но не все эти постулаты всегда там можно выполнить не всегда они сами выполняются но оказалось что они в общем до сих пор актуальны вот за последние 20 лет почти все Нобелевские премии были вручены за работу по молекулярной биологии биохимии иммунологии но было несколько исключений за измеренности приема была вручена за изобретение компьютерной томографии мозга а еще одна вот таким ученым которые работали в Австралии которые доказали что в развитии гастрита и язвокишечника ведущую роль играет бактерь до этого думали что главное это неправильное питание стресс там курение всякие ясно-листовные факторы все это конечно важно в какой-то мере но оказалось что если человек не заражен вот этой вот желудочной бактерией херикобактер пилори то в общем язва желудка развиться не может ну и как они это доказали ну сначала они увидели эту бактерию из желудка в больных людей и выяснили что она у больных язвой желудка 12-перстной кишки почти всегда присутствует но это правда еще ничего не значит ну и тогда они там долго люди подумали но поскольку один из них это кто это вот наверное маршал да был начальником отдела за него бактерии отвечал он решил поставить эксперимент на себе чтобы выпили пустыла это плохо он взял чистую культуру этих бактерий и выпил их и через две недели у него развились все признаки хронического гастрита когда он начал лечиться не так как обычно в то время лечились от язвы желудка и гастрита а с добавлением антибиотиков которые у этой бактерии чувствуют и вылечился долгое время конечно в это никто не верил как это язва желудка да вызывается микробом это инфекционная болезнь да вы что вообще в конце концов это удалось доказать все на свете и им заслуженно вручили новейскую премию вот почему долгое время никто не верил оказалось что эта бактерия вообще очень древняя она возникла 200 человеком кстати интересно что позже ею заразились львы ну лек съел видимо какого-то больного человека и она эволюционировала вместе с человеком и даже сейчас и даже сейчас в современном мире эта бактерия присутствует у 50% всех людей а еще недавно несколько веков назад она присутствовала просто у всех потому что все дети заражались ее в детстве а дальше у 80% зараженных она вообще ничего не вызывает никаких симптомов у оставшихся 19% вызывает гастрит или язва желудка ну а у 1% заразившихся это кончается вообще плохо тем что у них развивается рак все это понятно что для этого могут существовать вот на такой ситуации самые разные причины во-первых это зависит от того какая бактерия к вам попала в желудок потому что разновидности ее штаммы очень разные одни практически безвредные а другие очень вредные способные возле тра во-вторых это зависит от ваших собственных генов от вашей наследственной предрасположенности к язве желудка от того насколько много кислоты там выделяют клетки вашего желудка от того курите ли вы действительно испытываете ли стрессы что едите вот поэтому связь с металлогией такая вот неоднозначная более того выяснилось что в тех странах где благодаря соблюдению там строгих правил гигиены количество зараженных уменьшается гораздо меньше людей действительно болеют язвы желудка и там реже встречается рак желудка в рак пищевода ну и даже более-менее удалось разобраться физиологам почему это так сейчас я про это рассказывать не буду так что она приносит не только вредную пользу в таком смысле ну а вообще болезнетворные бактерии попадают в наш организм самыми разными путями вдыхаем его мозг полупылью с съедаемой пищей этот способ называется алиментарный так передается кишечная инфекция через укусы насекомых клещей этот способ называется трансмиссивный от слова трансмиссия передача иногда они могут попадать в раны ну и некоторые передаются половым путем причем среди паразитов которые вызывают у нас болезни встречаются тоже несколько разновидностей некоторые случайно попадают в наш организм например есть такие анюбы которые живут вообще-то в воде но если они попадают в нос то у некоторых людей из носа они проникают в мозг и вызывают очень тяжелое воспаление мозга от которого люди обычно погибают некоторые факультативные они могут нас заражать а могут не заражать и жить где-нибудь еще а некоторые могут размножаться только в нашем организме причем по разнообразию способов передачи и по вообще числу инфекций которыми мы болеем человек, наверное рекордсмен среди всех живут почему? 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 что не важно почему? ну какие-то мы у нас следовали от наших предков ожили наши предки в эквотериальной области где условия для приспособления микробов к паразитизму самые благоприятные так что у наших предков обезьян тоже хватало инфекционных болезней эти нам достались по наследству дальше человек расселился по всему земному шару а в каждом районе земного шара есть свои инфекции и разнообразие их, конечно при этом сильно увеличилось просто потому что мы живем в разных местах и там есть разные паразиты человек стал более всеядным чем любое другое предопитающее а многих бактерий и всяких других там паразитов мы получаем с пищей это еще одна причина но аж когда человек обзавелся сельским хозяйством то тут, конечно для возникновения инфекции просто возникли идеальные условия многих своих паразитов не получили от домашнего животных с которыми возник очень тесный контакт к тому же возникла осенность и высокая скучность а там, где осенность там накапливаются всякие отбросы экскременты запасы продовольствия для этих запасов набегают грызуны мыши крысы на них живут всякие блохи которые кусают людей поэтому при переходе к сельскому хозяйству люди гораздо стали чаще болеть инфекциями и в среднем здоровье их по сравнению с свободной комиссией они сильно пучатся но когда возникли города возникли условия для того, чтобы постоянно поддерживалась возможность возникновения новых эпидемий эти единицы как вы знаете опустошительные еще недавно считалось, что безлифорные бактерии не могут размножаться во внешней среде вот нас учили как в работе в военной кафедре в свое время там нас учили что внешняя среда для возбудителя не колыбель, а кладбище но оказалось что это к сожалению бывает так не всегда что в некоторых случаях паразитические бактерии возбудители болезней могут размножаться во внешней среде вот оказалось например что не только споры сибирской язвы десятилетиями столетиями сохраняются в почве это ее очень приятная особенность но и активные бактерии могут там во внешней среде время от времени размножаться а значит сохраняться то же самое выяснилось и относительно чумуя для самых опасных инфекций оказалось что она может сохраняться а может быть и размножаться внутри почвенных амек которые похожи на клетки организма человека фагоциты в которых размножаются в нашем организме чумные палочки а чума очень опасная инфекция во первых потому что она может передаваться разными путями можно заразиться например съев недостаточно хорошо обработанное мясо больного сутка или сусы можно заразиться снимая с него шкуру можно заразиться если его укусит влока а потом она укусит чумовека и так же чума передается человеку от крыс которые живут в жилище ну и наконец если человек заболел чумой то можно заразиться от этого человека это самый опасный путь потому что кишечная форма чумы имеет высокую смертность на 40% при укусе возникает так называемая гонгая чума распухает так разбивается в ближайший генитрический вызов без приукуса она тоже дает смертность 40% а вот если человек заразился через легкие от другого человека вдохнул этих бактерий то без лечения смертность 90% или выше легочная чума чрезвычайно опасна а еще есть один путь оказывается что если даже единственная бактерия попала вам в глаз вы тоже заболеете и несколько ученых погибли из-за того что это было неизвестно все защищали рот защищали там надевали маску а глаза опасна потому что она убивает больного часто за первые трое суток как и некоторые формы холеры до того как на полную мощность лечился собственный иммунитет ну ее конечно можно лечить там и лечебные сыворотки антибиотиками вовремя поставим диагноз и чума до сих пор не что-то эзотическое как видите в очень обширенных районах мира сексируется вот за последние десятилетия в случае чумы в том числе на листике в той сниженных штатов и в южных районах нашей страны то что эти самые микробы могут обходиться без нас это конечно очень плохо почему потому что не важно умрем мы или нет будут подуть почву будут там храниться размножаться и ждать пока попасть в ходе другого хозяина многие болезни не могут сохраняться во внешней среде например вирусы они быстро там гибнут и уж тем более не размножаются да и могут болеть и животные и человек одна из таких болезней бешенства я чуть-чуть подробнее про него расскажу значит бешенство это вирусное заболевание ну заразиться можно либо если вас укусило животное больное бешенством и вирус попал в рану со слюной либо если эта слюна попала куда-нибудь в глаза в рот да это было вот реже в основном это раневая инфекция передающаяся через укус причем болеют довольно многие животные в основном млекопитающие у нас это например лисы реже волки сейчас в Соединенных Штатах Америки это чаще всего еноты или скунсы ну и другие дикие животные иногда летучие мыши редко спасают людей но такое все-таки бывает ну и сначала никаких симптомов нет 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 потом рана распаляется начинает болеть а потом через некоторое время начинаются неврологические симптомы например заразившийся веже животный или человек боится звука пущейся воды не может пить поэтому судороги мышц латательных возникают при этом поэтому другое название этой болезни водобоязнь развивается водобоязнь и все животные люди заболевшие бешенством гибнут в 100% случаев эта болезнь совершенно неизлечима все заболевшие всегда умирают что потому что животных они часто приводят к такому агрессируемому поведению вирус влияет на их поведение так чтобы они передали большему числу других животных они кидаются на других животных и на людей кусают всех без разбора это вирус это делает хочет передаться каким-то животным ну вот что же делать во первых если вас укусило какое-то незнакомое животное то даже если из раны течет кровь надо промыть ее с мылом потому что оказывается мыло разрушает оболочки этого вируса и частично его инактивирует не дает ему проникнуть в клетку это конечно мало это не гарантия поэтому надо срочно не откладывая в долгий ящик пойти и сделать прививки от бешенства это именно прививки поскольку болезнь развивается медленно то когда человеку в кровь вводят ослабленный вирус бешенства у него успевает развиться собственный иммунитет до того как он заболеет ну а если укус серьезный то вместе с вакциной вводят еще и лечебную сыворотку антитела которая нейтрализует этот вирус антиарабическую сыворотку и если это вовремя сделать то что значит что через день два или три это обычно не важно а вот через день или через неделю это уже важно если это вовремя сделать то вы напротив гарантированно не заболеете не умрете если этого не сделать и окажется что вас укусило бешеное животное то вы в 100% случаев умрете а если этого не сделать то вы в 100% не умрете ну как стоит вообще поторопиться немножко на это подумать от кошек кстати иногда этот вирус передается не только через укусы но и через торапины а это распространение бешенства темным цветом написано где опасность выразиться большая а цветная взъяная маленькая самая большая она в Индии и Китае там от бешенства каждый год умирают несколько тысяч человек потому что там много бродячих собак и широко распространено бешенство у нас страня она как видите не очень большая у нас от бешенства в год умирают несколько штук человек в Америке она низкая почему она низкая я кстати могу объяснить потому что в Америке в европейских странах от бешенства вакцинируют диких животных о значит все-таки заранее вакцинироваться можем это помогает на человека я кстати не знаю сколько действует эта вакцина не уверен что слишком долго а очень просто делают приманку а к ней привязывают автоматический шприц животное хватает приманку а ему вкалывают дозу вакцины ловушка такая поэтому там домашних то конечно обязательно привязать вот а бывают такие болезни которыми болеет только человек и которыми даже нельзя заразить никаких животных и надо специально искитряться для этого и конечно в этих случаях часто возбудительно невыгодно убивать человека поэтому по крайней мере невыгодно убивать его быстро и часто такие болезни у некоторых людей проходят вообще бессимптомно такие люди называются носители когда Хох формулировал свою постулату он не знал что бывает носитель оказывается бывает и при дифтерите и при петоколезе и даже при холерии у многих людей микроб присутствует а симптомов нет так что плохие бактерии могут и не приносить вреда но и наоборот наши обычные бактерии которые обычно не приносят вреда могут очень даже не привести если мы попали куда не надо в нашем направлении например если лодистый свеколокок из полоски доза попадет в полос среднего уха произойдется воспаление среднего уха отит который придется лечить в прошлом большинство людей в прошлом это когда еще 150 лет назад умирали во всем мире именно от инфекций и это оставило большой след наших генов например распределение групп крови вот видите в Южной Америке группа кроме 0 встречается почти в 100% людей по-видимому они были менее расприимчивыми к местным инфекциям зато когда в Северную Южную Америку из Евразии была завезена ОСПА они оказались очень расприимчивы и североамериканские индейцы в основном были на ОСПА ну и в наши дни я про это даже рассказывал инфекции продолжают быть важным фактором смертности например в Африке выживают люди-носители геносерпоедно-проточной анемии потому что они устойчивы от малереи ну а почему сейчас мы перестали умирать от инфекционных болезней и на первое место в большинстве другие причины оказывается главных причин этого две первое это конечно профилактические прививки они сыграли очень важную роль и не менее важную роль сыграла просто обычная идея в городах провели канализацию перестали выплескивать помои на улице стали поддерживать элементарную чистоту все остальные причины уже были второстепенными но оказалось по-видимому что слишком много хорошо это тоже нехорошо оказалось что если ребенок с детства содержится вот таких вот очень благоприятных почти стерильных условиях то потом он гораздо чаще заболевает логинные болезни пищевой энергии астмы какими-нибудь еще аутоиммунными болезнями как до этого додумались оказалось что в той же самой Америке этими болезнями практически не болеют дети фермеров которые там на ферме где-то возятся в грязи общаются с животными много да вот у них астмы не бывает вот возникла такая идея что содержание ребенка из почвы каких-то что-то чистых-чистых стерильных и стоит вредно при его иммунной системе действительно так и если он возится в какой-нибудь грязи в песочнице обнимается и целуется с собаками то это скорее полезно чем вредно для его будущего здоровья ну вот я не буду вам рассказывать посмотрите только заголовки как ловко болезнетворные бактерии управляются с нашим организмом вот если бы вы знали про нашу иммунную систему столько же сколько знают микробы и так же хорошо умели бы на нее влиять то наверное бы давно победили все болезни включая рак например многие бактерии заставляют клетку сначала проглотить себя а потом из клеточных зубков собирают такой пост специальный и на нем катаются и заставляют клетку себя выплюнуть чтобы проникнуть в соседние клетки ну и еще всякие более сложные фокусы они умеют проделывать но это я вам уже не буду рассказывать про все как они это делают а вот расскажу под конец еще две вещи что к сожалению большому бактерии особенно некоторые вирусы такие как левоспида очень быстро эволюционируют потому что они маленькие и снова не быстро сменяются поколения а иногда как в случае с пидом у них еще есть очень высокая частота приступает литация и это большая проблема потому что они очень быстро приспосабливаются к лекарствам ракустим а мы к сожалению злоупотребляем лекарствами особенно антибиотиками в течение последних 50 лет пьем их по поводу беспомода врачи тоже не всегда записывают их по делу больные которых лечат от разных болезней еще и часто находятся вместе в одной больнице в одном помещении у бактерий вырабатывается устойчивость а в больнице возникает идеальные условия для того чтобы бактерии обменялись генами своей устойчивости тогда появляются сверхустойчивые супермикробы которых не берет уже ни один антибиотик из существующих поэтому приходится делать новые и новые антибиотики не трудно догадаться что не проходит и 5 или 10 лет как появляются микробы устойчивые к этому новому антибиотику не трудно догадаться кто кого победит в этой борьбе победят в этой борьбе несомненно так что это большая проблема и не очень понятно пока людям что с этой проблемой делать потому что уже сейчас возникают регулярно реальные ситуации когда больного нельзя вылечить от бактериальной инфекции просто потому что ни одно лекарство этого микробы не берет он устойчив ко всем существующим антибиотам которые можно применить а скоро острота этой проблемы вырастет сомневаться бактерии одного вида и разных видов взаимодействуют друг с другом разными способами довольно хитрыми про это я тоже буду сейчас подробно уже рассказывать скажу только что например такой интересный способ возбудитель малярии очень сильно повышает температуру тела человека при приступе малярии температура выше 40 41 а многие возбудители других болезней при такой температуре не выживают они вдохнут и когда не было эффективных лекарств от сифилиса то больных лечили заражая холерии сифилиса погибали а потом больного лечили от холерии такие лекарства нет последнее что они не только промывают нам кишки а когда мы заражаемся кишечной инфекцией то болезнетворные микробы специально промывают нам кишки знаете для чего чтобы вымыть наших полезных которые не все умеют прикрепляться к поверхности клеток кишечника а самим там остаться сидеть видимо кишечные наши бактерии полезные довольно сильно влияют на мозг разными способами про это я уже упоминал да и вирус бешенства конечно влияет на мозг зараженного животного про это мы тоже говорили но оказывается бывают и такие менее очевидные влияния вот есть такой паразит как сапплазмом он относится к протистам одноклеточным эукариотам и он передается человеку как правило от кошек а кошкам он передается от мышек которых они едят а мышкам он передается через эксперименты других мышек или от кошек которые там чихают и кашют заражен ну и у мышей и у кошек это более-менее проходит себе симптомно паразита и у людей тоже если только это не беременные женщины потому что при беременности это часто называют или выкидыши или врожденные уродства родившегося ребенка так что женщинам которые собираются заводить ребенка надо проверить свою кошку обязательно на этот сапплазмоз я показалась что эти паразиты меняют поведение ну мышек прежде всего что надо паразиту паразиту надо чтобы мышку съела кошка а до этого мышка должна стать такой бесшабашной без царя в голове значит не обращать внимание на кошку не бояться ее запаха и гулять у нее на виду сейчас человеку кошки не едят но когда-то довольно многие люди кончали свою жизнь в пасти усыплезу тигра или льва поэтому на поведение а может быть и не по этому а просто получилось из-за сходства с мышками на поведение человека токсоплазмы это влияет похожим образом похожим образом как они влияют похожим образом они называют такой невроз и люди становятся такими нервными менее уверенными в себе вот оказалось что зараженные токсоплазмами водителя чуть не в три раза чаще попадают в ДТП чем не зараженные в частности а кошек держат в разных странах с очень разной частотой где-то такой манер держать кошек нет где-то они живут наоборот почти в каждом доме и уровень зараженности разных народов очень сильно различается и вот оказывается например что в Южной Корее или в Таиланде люди очень слабо заражены токсоплазмозом что правда не мешает им устраивать демонстрации побоища и всякие прочие безобразия а вот например во Франции 85% поселения заражены токсоплазмой но у нас в России уровень зараженности средний так что мы где-то находимся посередине между китайцами и французами по этому показателю я легко даю какую-то рекомендуемую литературу но здесь я вполне советую прочитать вам две книжки одна очень старая но недавно переизданная другая сравнительно новая если вас заинтересовала эта тема а вам я пожелаю как желают в одном журнале будьте здоровы и держите себя в руках спасибо